Тверичане с нетерпением ждут открытия приюта для безнадзорных животных в больших перемерках. Ожидалось, что он начнет свою работу в октябре, однако этого не случилось. В настоящее время эта проблема решается на региональном уровне, но ряд вопросов по-прежнему ждут своего разрешения. О том, на каком этапе сейчас работа по созданию сети приютов для безнадзорных животных на территории Верхней Волжья в материале нашей съемочной группы. Нынешнюю осенью проблема по созданию централизованной системы по контролю, стерилизации и поиску новых хозяев для безнадзорных животных к радости общественности и, конечно, зоозащитников Тверской области наконец-то сдвинулась с мертвой точки. На заседании регионального правительства был утвержден порядок организации приютов, осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и контроля в данной сфере. Значительная часть функции должна лечь на плечи государственной инспекции по ветеринарии Тверской области. Планируется также создать целую сеть приютов для животных, один из которых в больших перемерках. К слову сказать, здесь по инициативе депутата Тверской городской думы Дмитрия Нечаева при поддержке его коллег по депутатскому корпусу действительно уже построен первый в нашем регионе муниципальный приют. Но вот его открытие пока откладывается. О причинах этого рассказал сам народный избранник. Поскольку приют строился на муниципальные деньги, из муниципального бюджета городского, то сейчас мы знаем, что вообще изначальная функция отлова и содержания животных – это региональные полномочия. И нужно теперь этот приют, построенный за городской счет, передать региону, так чтобы они уже своим финансированием дальше продолжали работу. Казалось бы, нужно просто перевести имущество из муниципальной собственности в региональную. И дело с концом. Однако, как это часто бывает, победила бюрократическая сторона вопроса. Сейчас вопрос передачи приюта на баланс области находится в подвешенном состоянии. И пока работу с безнадзорными братьями нашими меньшими взвалили на свои плечи зоозащитники, волонтеры и просто неравнодушные к этой проблеме тверичане. К примеру, благотворительный фонд «Лав Энималс», руководителем которого является Ольга Рябова. Этими вопросами должны заниматься профессионалы. И, конечно, НКО, благотворительный фонд «Лав Энималс» – один из немногих, кто не только теоретик, но и практик в этой области. Конечно, мы достаточно давно, уже более 20 лет, занимаемся спасением, лечением пристройствах животных. И мы, безусловно, готовы помогать и решать вопросы с безнадзорными животными. Вместе с тем, есть еще одна проблема. По информации, имеющейся у некоторых зоозащитников, бытует мнение, что надо запустить приюты во всех городах Тверской области одновременно. Но кроме больших перемерок, они нигде еще толком не построены. Ни в Беженске, ни в Оржеве, ни в Вышнем Волочке. Пока нет даже проектов и специально отведенных для этого территорий. Но горожане уже заждались этих важнейших объектов и справедливо полагают, что построенный в Твери приют надо открывать без промедления, а не ждать еще полгода, пока другие будут построены. Мы будем продолжать следить за развитием событий и информировать Вас о том, как решается этот общественно значимый и актуальный вопрос.